Транспортный парк Самары пополняется. В городе с 1 октября запустили новый 87 маршрут. Действуют все виды льгот. Ежедневно городским департаментом транспорта организован мониторинг работы перевозчика. В том числе сегодня состоялось выездное контрольное мероприятие. Стартуя в микрорайоне Крутые ключи, автобусы развозят местных жителей и сотрудников всех оборонных предприятий. Маршрут номер 87 пролегает от остановки Северное шоссе, что находится на границе города. Через поселок Зубчининовка можно добраться до заводов оборонно-промышленного комплекса, до площади Кирова и станции метро Кировская. Надеемся, что маршрут будет полезным, потому что уже сейчас отзывы от заводчан очень положительные. То есть они говорят о том, что маршрут хороший. Мы видим положительную динамику в перевозке пассажиров день ото дня. Запустить этот маршрут попросили сотрудники оборонных предприятий. На нем курсируют 20 автобусов с 5.30 и до 22.00. Представители профильного департамента рассказывают, пассажиропоток уже увеличился в два раза. Отметим, что салоны автобусов оснащены специальной аппарелью, которая обеспечит комфортный проезд и для маломобильных граждан. Он полностью отвечает всем современным потребностям на сегодняшний день. Транспорт абсолютно весь новый. Самое главное, он оснащен аппарелью, которая поможет беспрепятственно пассажирам использовать его в полном объеме. Мягко идет обогрев, зеркал есть. Появлению нового маршрута радуются и пассажиры. Неделю назад как раз мы с мужем сидели на остановке с дачи на 19-м и проехал 87-й. Прошли, спросили водителя, как можно добраться. Говорят, можно по проездным. То есть очень удобно. Нам понравилось. Рейс очень удобный. Водители объясняют, что всеми льготами мы можем пользоваться. Поэтому мы очень рады этому рейсу. И хорошо, что его еще дополнительно дали к 67-му. В профильном департаменте подчеркивают, что ко всем перевозчикам подход принципиальный. Каждый должен работать в строгом соответствии с условиями контракта, которым определен и класс задействованных транспортных средств, и их вместимость, и количество. В случае нарушений, выполненные в рамках транспортной работы рейсы, не засчитываются. Сейчас профильный департамент рассматривает просьбу граждан организовать еще одну остановку в районе пересечения Земица и заводского шоссе, чтобы пассажиры могли выходить ближе к проходной завода «Прогресс». Полина Чулякова, Григорий Клешаков. События.